Я не ставила себе цель выступления на Олимпийских играх. Корова на льду. Папа не разговаривал со мной год. Для меня вообще старты неважные были. Мне нравился процесс. Я думала троих детей. Ну, хотела троих детей. Получилось пять нечаянно. Я хотела детей. Я хотела детей от этого человека. Для всех стала трагедией, по-моему, кроме меня. Для меня осуждайте, пожалуйста, на здоровье. Я делаю то, что считаю нужным. И живу, как хочу. 1984 год. Вы в Дагестане на сборах. Готовитесь к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Месяц до игр. И приходит известие, что вместо Лос-Анджелеса вы летите в Ла-Моутс. Еще не приходит известие. Просто мы не летим. Просто не летим. Еще без Чехии. Без Чехии. Первые мысли какие? Слава Богу. Настолько было... Это все закончилось. Потому что я лично не знала. Может быть, тренеры знали. Может, руководство знало, что мы будем выступать в Ла-Моутсе. А мы не знали. Спортсмены не знали. И мы узнали через какое-то время, по-моему, по приезду в Москву. И настолько была тяжелая подготовка непростая, что я выдохнула. Ну, лично я выдохнула. Сказала, о, ура. Сколько часов в зале проводили тогда? Часов 8. Безостановочно на снарядах? Нет, не безостановочно. Это с зарядками утренними, с пробежками. Ну, первая тренировка. Помимо зарядок утренних, после завтрака до обеда. Небольшой перерыв, сон. И часа в 4. Начало второй тренировки, до 8. Ну, у кого-то до 9, у кого-то до 10. Кто как справился. Это нормально для спортсмена, который в сборной команде. И готовится к Олимпийским играм. Выходных не было? Выходные были. Были? В четверг, короткий день. Это одна тренировка. И воскресенье. Давали отоспаться? Давали, да. Утренняя зарядка и, соответственно, подъем этого сколько? Я не помню, была ли зарядка в воскресенье. Наверное, нет. А если вот в обычные дни? В обычные дни, ну, наверное, где-то полседьмого подъем. В семь построения или без пятнадцати семь подъем. И с семи до восьми зарядка. Завтрак. В девять начало первой тренировки. Вы проходите предолимпийские сборы. И, собственно, становится понятно, что вы не летите. Понимали уже, что с учетом специфики вида спорта, это, скорее всего, единственный шанс поехать на Олимпийские игры? Я понимала, что это мой единственный шанс. У меня не было иллюзии, потому что не было здоровья на второй срок. И я понимала, что это мой единственный шанс. Но у меня не было лично моей цели. Я не ставила себе цель выступления на Олимпийских играх. Ну, как спортсмен может не ставить себе цель выступить на главном спортивном старте? Ну, вот такой я странной была, такой странной спортсменкой. А какой старт был самый важный? Для меня вообще старты не важны были. Мне нравился процесс. Я любила гимнастику, и я люблю гимнастику. И вот этот процесс изучения новых элементов, новых композиций, вот это для меня было главное. Какой снаряд был любимый? Вольные упражнения и бревно. А какой элемент на бревне? Ну, элементов было много разных. Таких прям любимых, я не могу сказать, любимый элемент. А самый сложный? Да у меня так особо не сложное было бревно. У многих гимнасток сложнее. Просто мне нравилось бревно, потому что можно было показать как бы себя с лучшей стороны. И я делала не сложные элементы, но делала их красиво. И когда я тренировала в зале, вот вольные упражнения, бревно, и я всегда краем глаза замечала, что на меня смотрят и тренеры, и другие. Мальчики? Нет, у нас отдельные залы были для девочек и для мальчиков. Ну, просто я замечала, что за мной наблюдают, как я работаю. И мне казалось, вернее, я понимала, что не просто так наблюдают. Для тренера то, что вы не поехали, стало трагедией? Для всех стало трагедией, по-моему, кроме меня. Ну, конечно, там люди взрослые плакали. И девочки, так скажем, мои подруги, они тоже очень расстроились. И я видела, насколько они были подавлены. Обсуждали между собой? Какое-то время просто переваривали это. Надеялись, они надеялись, что может быть что-то изменится. Может быть, все-таки поедем. Как бы нам так однозначно не говорили. Когда уже стало понятно, что вместо США летите в Чехию, где спортсмену взять мотивацию, когда у тебя официальный, ну и по сути главный для спортсмена старт, замещается товарищеским турниром «Дружба-84»? Ну, в общем-то, это тоже соревнования, тоже международные соревнования. И как бы подчеркивало руководство, что это очень важно для нас. Ну, конечно, многим было тяжело найти эту мотивацию, но мне было несложно. С учетом ваших оценок, которые вы получили в Чехии, никто же не побил рекорд, по-моему? Нет, по-моему, нет. То есть единственная в истории гимнастка, получившая все десятки везде, где выступала? Да. В рамках одного турнира? Да. Это говорит о том, в какой вы форме подходили к Олимпийским играм? Да, форма была хорошая, наверное, лучшая форма моя за весь период спортивной моей карьеры. И как-то так вот все сложилось, все совпало. Изначально говорили о том, что победы на дружбе приравняют к Олимпийским вместе со всеми льготами и премиальными, которые в те времена могли быть. Что в итоге выполнили из обещаний? Ну, в общем-то, выполнили все. Я, честно говоря, особо не помню, что нам там обещали. Как-то об этом особо не задумывалась. Единственное, как-то расстроились мы, когда Олимпийцам... Настоящим. ...настоящим стали платить, как это называется, пенсии, да? Короче говоря, ежемесячные выплаты. Повышенные, да. И когда нас там не оказалось сначала, ну, как бы мы так удивились. Почему, собственно говоря? Ну, сейчас... Исправили? Все исправили, да. Секрет? Сколько составляет? 50, но я еще не оформила ее. 50? Да. А почему не оформили? Нет как-то времени. Сейчас же все через госуслуги, через сайты. Вот... Вот... Никак не могу собраться и все это сделать. Отдайте детям, пусть они за вас оформляют. Да, надо. Паспорт, все документы... Ну, там какие-то справки надо взять, в пенсионном фонде, еще где-то. Просто пока не могу собраться. Ну, уже все, да. Не лишний, посчитать на год 600 тысяч. Нет, 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 нет. Это замечательная поддержка... Почти машина. Для... Да. Для меня. Ну, вот я такая вот пофигистка по жизни и несерьезная. Это ваша несерьезность стала причиной того, что, получив травму, вы решили добить себя поездкой на чемпионат мира? Нет, это, наоборот, серьезность. Я бы не добивала, может быть, но нужна была команде. Неужели команда не смогла бы без вас выиграть золото? Смогла бы, наверное. Но... А вы бы смогли продолжить карьеру? Ну, я как бы почти восстановилась к чемпионату мира. Вы про 85-е. Да. Я была сильна в обязательной программе, а тогда мы еще выступали с обязательной программой. Классика. Да, это школа. Школа. И... Нужна была команде, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы девочки чувствовали себя уверенно, чтобы тренеры, руководство чувствовало уверенность. И... Ну, надо было. Была такая возможность восстановиться. И делали все, чтобы восстановиться. Но многие свои комбинации и упражнения я собирала прямо на соревнованиях. Это вольное упражнение. Откуда такая взрослость к подходу в столь юном возрасте? Я серьезная родилась, мне кажется. Я родилась серьезная, а по мере взросления все более несерьезная становилась. Как-то так. Ну, как-то так. Я козерог. Козероги, где-то я читала, они рождаются маленькими старичками. У меня был очень серьезный папа. Он очень был строгий и воспитывал... строго воспитывал. Поэтому я была очень послушная, очень исполнительная с первого раза. И все, и вперед. Да, и вперед. И я пришла, когда на гимнастику. Наверное, я была идеальной ученицей. Я слышала с первого раза, когда ко мне обращаются. Да, старалась понять, что от меня требуется. Я читал в одном из ваших интервью, что вы сказали о том, что практически в 11 лет взрослели и серьезно стали относиться к тому, что гимнастика в тот момент стала вашей профессией. Да, наверное, в 10-11 я поняла, что все серьезно у меня будет дальше. Игрушки закончились. Это с момента получения первой зарплаты? Даже это, наверное, раньше случилось. Это случилось, когда я попала к своему тренеру, который меня привел в сборную. К Владимиру Филипповичу Аксену. Тогда я поняла, что все серьезно. Потому что до этого это было скорее развлечение. Именно в гимнастике художественной и спортивной, с учетом большого количества видов, всегда много медалей. У вас ваш багаж медальный весь, сколько коробок? Не знаю, я их не считала, они у меня даже не висят, а где-то лежат там, непонятно где, в коробках. То есть пофигистское отношение здесь тоже? Абсолютно. Для меня это не важно. Я их не знаю, сколько. Ну вот так. Вам никогда не хотелось уехать? Нет. Никогда. Не знаю, у меня все устраивало. Мне как-то не знаю почему, даже не могу объяснить. Никогда не хотелось. Даже меня звали и приглашали. Какие страны звали? Англия, Америка. Я думаю, везде бы были и рады. И вы ни разу даже до детальных переговоров не дошли? Нет, никогда. Сразу отказывали? Нет, да. А если бы там предложили очень хорошие деньги? То есть делать все то же самое, что здесь? Работать с маленькими ребятами? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, почему. Может быть, не хотелось изучать языки. Может быть, не хотелось быть одной, да, где-то в другой стране, ну как бы в отрыве от семьи. Ну, а деньги как бы для меня не очень важны. Я уже понял, да, по ответу про 50 тысяч. Да. Нет, они... Хорошо, когда они есть, но как-то я не зациклена на этом. Когда в 17 лет завершаешь карьеру, вот у тебя всю жизнь зал, гимнастика, и тут ты понимаешь, совсем юный, что ты больше не можешь делать то, что ты делала до этого. Да, это... Что помогло пережить вот этот момент, осознание, что спорт закончен? Ну, это был непростой период в жизни. Особенно, когда ты сидишь на базе и периодически выезжаешь куда-то на соревнования и возвращаешься опять. Ну, это как... Было говорить такое слово? Ну, это как выход на волю, да? Да. И было очень непросто. Так получилось, что я училась на третьем курсе института, и пришлось появиться в институте и начать учиться-учиться. По-настоящему? По-настоящему, да. И было очень сложно, я была очень стеснительна, ходила глаза в пол, старалась не смотреть по сторонам, потому что пугала вот эта вот свободная обстановка. Я не знала, как себя вести в институте физкультуры. Я была довольно известной личностью, и на меня постоянно обращали внимание. Не скромничайте, вы были на тот момент сильнейшей демнадцаткой мира. Да, и... И приходили в статусе чемпионки мира неоднократный на учебу. Да, это было ужасно. Ну, почему? Ну, потому что все смотрят на тебя, и только на тебя. Как ты сидишь, как ты ходишь, как ты отвечаешь, что ты отвечаешь. Это очень... Повышенное внимание. Это очень повышенное внимание, и мне было некомфортно. А как же вы тогда в метро, ты на автобусах ездили? Нормально как раз-таки, там... Не узнавали? Они не обращают внимания. В СССР же наоборот. Спортсмены, которые становились героями... Нет, не узнавали. Ну, может быть, я изменилась очень. Я изменила прическу, я сделала химию, там, и не узнавали. Я была кучерявая. Вы специально это сделали? Нет, не специально. Ну, просто это эксперименты начались с внешности. Нормальные подростковые эксперименты? Нормальные подростковые эксперименты, да. Да, поэтому... В чем выражалась свобода, на которой вы оказались? После той дисциплины, распорядка дня, зарядок, восьми часов в зале, на тот раз, вроде как, столько свободного времени? Ну, просто больше времени уделяла учебе. Я очень рано начала работать. Я ходила в зал все равно, я как-то так поддерживала какое-то время форму, потому что приглашали на поездки... Показательные? Сколько тогда платили за показательные? Да не помню я, сколько платили. Мало платили. Это ерунду какую-то платили. Суточные в основном. А гонорара не было? Гонораров. Ну, как таковых не было. Ну, какие-то копейки, я помню. Ничего особенного. А вы ездили по Союзу или вы езжали за рубеж? Нет, мы выезжали за рубеж. Англия, Австралия. Англия, Австралия такие хорошие точки. Да, Аргентина. Ну, как бы интересные были поездки. Новая Зеландия. Вы в Аргентине увидели танго? Нет, в Аргентине я не увидела танго. Ну, я как бы знала, что танцуют танго в Аргентине. Но в тот момент абсолютно не думала об этом. А как танго появилось в жизни? Танго появилось случайно. Как-то я посмотрела ролик танцевальный. И не только танец. Было какое-то интервью. Я уже не помню, кто давал. И говорилось о том, что это танец-импровизация. Ну, как бы я обратила внимание на социальное танго. Потому что сценическое танго знают все. Как бы это не удивило меня, если бы я увидела сценическое танго. А я увидела социальное. Как люди танцуют танго на вечеринках. И когда я увидела и поняла, что это импровизация, что люди встают в пару и танцуют не заученные движения, а просто вот танец льется, как музыка. Вот это меня потрясло. И очень мне это понравилось. И я начала смотреть, изучать. Прикидывала, надо оно мне, не надо. Ну, потом, где-то через полгода я решилась. Записалась в школу, да. И пришла на первый свой урок. Что страшнее? Выход, первый выход на ковер на соревнованиях или первый выход в танго? Было волнительно. Я понимала, что у меня будет получаться и очень хорошо. Не хотелось, чтобы меня там узнавали. И как-то опять повышенное мне внимание уделялось. Просто хотелось прийти, как все, и пробовать начинать танцевать. Но не получилось. Все равно пришла. Не получилось? Все равно... Нет, получилось. Первый урок замечательный был, прекрасный. Мне все понравилось. Я прям за 10 минут до урока купила туфли. Впервые на каблуке одела. Это сколько вам было? В 42. В 42 впервые туфли на каблуке? Ну, может быть, не впервые, но очень редко одевались туфли. Всегда кроссовки, удобная обувь, спортивная. И когда я и ходила, и пока я шла, а магазин был прямо в клубе танцевальном, я думаю, блин, как я буду сейчас... Сколько сантиметров? Как корова на льду. Сколько сантиметров каблук был? Ну, каблук был невысокий, сантиметров 8, наверное. Конечно, невысоким. Для меня было это очень непривычно. И это были незабываемые впечатления. Я все время думала, господи, господи, как у них ходить. Через сколько вас пригласили на танец? Уже навечали на мелонге. Первая мелонга у меня состоялась, наверное, месяца через три после начала занятий. И преподаватель уговорил меня пойти и пошел вместе со мной. Без него бы я бы не пошла. Он меня как бы вывел на танцпол. Мы станцевали несколько танц. Танц, да, это четыре мелодии. И потом оставил меня одну, значит, и пошел танцевать с другими. И я сидела и в ужасе думала, господи, не надо меня приглашать. Я не хочу больше ни с кем танцевать. Но все равно пришлось выйти на танцпол. Но, слава богу, у меня партнер был. Я сразу предупредила, что я начинашка, что я танцую три месяца. И говорю, не делайте никаких сложных движений. Он говорит, хорошо, хорошо. Я все понял. И танцевала очень аккуратно. И, в общем-то, мне понравилось. Сухие мелонги были? Может быть, и были. По-моему, что не было. По-моему, не было. Были мелонги, на которые я приходила и уходила. Почему? Ну, обстановка. Мне нравилось. Или понимала, что я не хочу здесь танцевать. Или не хочу танцевать с теми людьми, которые были. Но такие были. И то один или два раза. Не часто. Хотя уже танцую 10 лет. Сколько уделяете этому в неделю? Раньше, когда только пришла, практически каждый день танцевала. Настолько мне это нравилось. Сейчас мне не менее это нравится. Но сейчас получается раз в два в неделю. Сейчас же, получается, времени должно быть больше. Малышня вся уже давно не малышня. Уже приглядывать за ними не надо. Нет, они и тогда уже были взрослыми, когда я пришла. Но просто это вот не могла наесться. Хотелось танцевать. Танцевальные волосы. Да, танцевать, танцевать, танцевать. Сейчас я немножко подуспокоилась. Помимо танго часто танцуете? Нет, вообще не танцую. Нет. А на вечеринках? День рождения? Какие вечеринки? Нет, день рождения спокойно, в домашней обстановке. Ну, в ресторане. Нет, ну, редко. Практически нет. Практически не танцует. Давайте маму. Танцует? Видео у тебя в интернете, где танцуете в день рождения. Надо срочно найти, пока не удаляться. Взять эмоциональную. Ну, бывает, но очень редко. Такие обычные танцы очень редко. Какой вы тренер? Зажигательный. Собственно, это же стало основной профессией после завершения карьеры и того, как вы закончили обучение. Да. Причем уже на третьем... Я пришла в институт. Уже работаю тренером. И практически сразу начала работать тренером, да. И начала набирать детей. То есть в нем институт, вечером работаю. Почему детей? Почему не спортсменов, чтобы вести на старте? Я работала и с девочками постарше. И набрала группу малышей. Постарше, как это ни странно, с девочками постарше мне было легче работать, потому что совсем недавно я сама все это делала. И мне легче было им как-то что-то подсказать и как-то войти в их... Да, с их стороны посмотреть на все это. Но понимала, что нужно набирать, потому что нужно все это изучать с самого начала. То есть мне нужно было вспоминать, как это было раньше. Потому что у вас это все уже на автомате? Или другая причина? Нет, ну... А кто мне отдаст своих детей? Тренер набрал, тренер поднял, тренер работает дальше. Взять малышей и вести их до конца? Да. Но вы же останавливаетесь, да? У меня не было такой задачи взять детей и вести их до конца. То есть я не думала об этом, пока я училась в институте. Я думала, нужно набрать детей и получать опыт тренерский. И мне очень нравилось работать с детьми. И я понимала, что я получаю удовольствие. Специфика основная в чем? Работа именно с малышами. Не знаю, какая там специфика. Мне просто это нравилось. Надо быть более аккуратными. Более нежными с учетом возраста. Мне кажется, это характер тренера. Ну, кто как работает? Вы как работаете? Кто-то жестко работает сразу. Кто-то сначала мягко, потом начинает закручивать гайки постепенно. Мне нравилось с ними общаться. Мне нравилось их чему-то обучать. Мне нравилось... Мне нравятся дети, наверное. Поэтому мне все нравилось. Но я и требовательный тренер, и мягкий одновременно. Ну, так прикрикнуть можете, если надо? Я могу прикрикнуть, могу сподвигнуть, могу поддержать, могу похвалить. Могу даже восхититься ребенком. Могу с ним порадоваться. Кто-то из малышей дорос до чемпионов? Я передавала своих детей. Ну, понятно, да. Да, есть сильные детки. Они сейчас в зале. Сейчас весь зал здоровается со мной. И мальчики, и девочки. Так как я набираю... У меня смешанная группа, я набираю тех и других. И пытаюсь совмещать и мужскую гимнастику, и женскую. Но, наверное, в таком возрасте не критично? Это не критично, да. Это можно делать. И уже столько детей напередавало, что, заходя в зал, уже практически весь зал мой. Но они еще... Когда плачут? Как реагировать? Когда плачут? По-разному. Смотря по какой причине плачут. Ну, вот, в растяжку, например. В растяжку. Да, чаще же в растяжке. Будешь красивой. Ну, нет другого выхода. Только терпеть. Преодолевать себя. А что делать? А проще с мальчиками или с девочками? Не знаю. Мне... Мне все равно. Мне интересно. Для меня... Одинаково. И с мальчиками, и с девочками. Мне интересно и с ними, и с теми, и с другими. Сколько времени вам, как тренеру, нужно, чтобы понять, есть потенциал у ребенка? Или он может ходить... Нисколько. Ну, грубо говоря, для здоровья? Нисколько. Сразу? Да. Это видно. И когда вы понимаете, что нет перспектив спортивных, вы говорите об этом родителям? Если родители амбициозные, то да. А если нет, то ничего не говорим. Не было такого, что сразу забирают ребенка и отводят в другую школу? Обижаются. Что вот не оценили, не увидели, не поняли. Если так делают, то мы не обижаемся. А наоборот, радуемся. Но так делают? Так делают, да. И если я вижу, что родители очень амбициозные, и он начинает говорить про чемпионаты мира, олимпийские игры, мы говорим, ой, это не к нам. Это вот ищите тренера где-нибудь другого. Мы нет. Мы работаем качественно. Ну, как бы вот в нашем зале тренерский коллектив очень сильный. Наш зал «Динамо». Да, наш зал «Динамо». И когда приходят с такими амбициями, мы говорим, ой-ой-ой, нет-нет-нет, это не к нам, не надо. Но они понимают, куда они пришли, да. И, как правило, остаются. И я объясняю родителям, что вы привели ребенка, маленького ребенка, заниматься гимнастикой. Это очень сложный вид спорта, очень тяжелый вид спорта. И не нужно навешивать на него свои ожидания. Пусть он занимается. Посмотрите, понаблюдайте за ним. А может, ему не понравится. А может, он будет страдать каждый раз, переступая порог этого зала. И зачем вы будете его мучить? И зачем мы его будем мучить? Зачем мы его будем заставлять? Зачем мы из него что-то будем вытаскивать? Может быть, это и не нужно. Вы свой вход в зал помните первый? Помню. Мне было 5 лет, и в то время набирались 7 лет только детей. И тренер спросил сразу, сколько мне лет. И сказал, нет-нет-нет, через год. Мама умоляла, пожалуйста, посмотрите, я уже от нее с ума схожу. Она подтягивается, она там бегает, прыгает, кувыркается. Он подтягивается, ну ладно, пойдем посмотрю. И когда я там тянулась, раз 5 или 6, он говорит, ну давай на канат. Пролезал канат. Он говорит, ну ладно, возьму, так и быть. В виде исключения. В виде исключения, да. Но я ему понравилась сразу, это было видно. И все, влюбились в гимнастику? Да. Влюбилась и бежала, летела. Для меня было наказанием. Если вдруг мне говорили, нет, сегодня не будет тренировки. Сколько тогда было дней в неделю? Занятия? Ну начинали все, все, как правило, начинают 2-3 раза в неделю. Потом потихонечку увеличили. 4-5? 4-5, 6-7. 7? Было такое? Да нет, 7. Редко. Но бывает, да. Ваша личная жизнь подарила вам пятерых детей. Почему никто не пошел в гимнастику? Три девочки и два мальчика, правильно? Ну, воспитывала, сидела дома с ними более 10 лет. И не было времени ни водить. И потом я сразу же вижу, гимнаст, не гимнаст. И там не было гимнастов. Ни одного. Ни одного. Да, ни одного. Каково это? 5 детей. В чем? Это весело. Ну, это весело, когда со всех сторон все помогают. А когда... Мне помогали со всех сторон все. Мама, папа. Я жила с ними, с родителями. И они помогали. Без них, я думаю, что не решилась бы. А как вообще решилась? Ну, вернее, я бы, наверное, решилась бы, но... Но не на пятерых. Не на пятерых, да. Как решилась? Я думала... Ну, хотела троих детей родить. Получилось 5 нечаянно. Нет, я люблю детей. София, ты нечаянно. Нечаянно. Ну, с учетом того, что это самая младшая, младшая, да. Марьян тоже нечаянно. Она знает. Нет, я вообще... Младше получается сколько? На самом деле я вообще не планировала детей. Я не планировала выходить замуж. Я не выходила замуж. Я вообще против брака. Ну, это тоже моя страна. Странная. Ну, смотрите, вы приходите домой и говорите, что ждете ребенка, но замуж выходить не будете. Да, это был шок для родителей. С учетом того, какой строгий папа? Да. Он ремень не достал, чтобы всыпать? Папа не разговаривал со мной год. Год? Да. Я не планировала выходить замуж. Мы просто жили гражданским браком. И для меня это было нормально. Мне вообще странно, зачем люди это делают. Для меня важны были отношения. И сейчас важны отношения. А в какой момент вы узнали, что у отца детей вторая семья? Когда у меня уже было трое детей, полгода было третьему ребенку. Вот ваше состояние в этот момент? Ну, я не удивилась. Отец моих детей мусульманин. И я как бы уже предполагала, что эта новость скоро посетит меня. Но это было неожиданно все равно. Был звонок, мне позвонила его вторая жена. Моего мужа. Ну, как бы я... Вторая или первая? А, она первая, да. Она первая? Скорее, она была первая, да. То есть в тот момент, когда вы познакомились, он уже был женат? Да, он уже был женат. И получается, если это третий ребенок, то шесть лет скрывал? Да. Ну, это была моя сокурсница. Я ее хорошо знала. А вы познакомились в институте? Мы познакомились в институте. Она тоже гимнастка. Она мне позвонила, сказала, Оля, привет. Как дела? Я говорю, ой, здравствуй. Лемара, как хорошо, что ты позвонила. И начала с ней общаться. И она говорит, Оля, я хочу тебе сказать одну вещь. Я жена Ахмеда. Ну, я просто замолчала. И стояла молча несколько минут. Я не знала, что сказать. И была немножко в шоке. Мимо проходила мама. Она остановилась передо мной и говорит, что случилось. Я говорю, ничего, ничего, мам, все нормально. Все нормально. Да, все хорошо. Не переживай. Проходите. Не останавливайтесь. А как вы решились на троих детей, не выходя замуж? Ведь это сейчас, предположим, к этому спокойное отношение. Но в советские времена, чтобы женщина одна и без ЗАГСа, ладно, один, но второй, третий. Это же осознанные шаги. Я понимала, что ответственность вся будет на мне. И когда я решала оставлять ребенка, то я понимала, что я буду его воспитывать. Потому что папа не очень-то много внимания детям уделял. Но я хотела детей. Я хотела детей от этого человека. И поэтому вы его простили, когда узнали, что есть другая семья? Я его простила. У меня не было другого выхода. Потому что у меня трое маленьких детей. И я зависела от него на тот момент. Финансово? Финансово, да. И я понимала, что я не могу вырвать отношения. Но я вообще спокойно отнеслась, если честно, к тому, что у него другая семья еще есть. Там много нюансов. Я была, можно сказать, готова уже к этому. И когда мне Лемара сказала, что у нее ребенок год, и она ждет второго, я понимала, что мы долго будем жить в этом состоянии двух семей. И я сразу успокоилась и пригласила ее к себе. Она ко мне приезжала, мы с ней разговаривали. И я говорила, что, ну, а что поделаешь? Ну, вот так получилось. Но при этом именно вы стали инициатором разрыва отношений уже после того, как родился пятый ребенок. Да, это было позже. София была младшей. Но она маленькая еще была. Я просто поняла, что с мужем, я относилась к нему как к мужу всегда, что мне хуже, чем без него. И, ой, вернее, да, ну, как бы мне без него лучше. И не понимала смысла уже держаться за эти отношения. Ну, и никогда не держалась. Я вообще никогда не держалась за них. А ситуация, когда сына и дочь он увез, она подтолкнула к этому решению? Да, это как раз в этот момент и период случилось. Сколько вы не видели детей? Потому что у меня было пятеро детей. Троих он увез. Троих. Троих, да, двое остались со мной. И вот как раз это была последняя капля. И я ему сказала, что не понимаю, как жить дальше в такой ситуации совместно. То есть ты, говорю, будешь приходить ко мне без детей моих. Мои дети будут жить где-то с другими людьми. А я буду с тобой общаться, как будто... Все хорошо. Да, все замечательно, все хорошо. Я говорю, так не получится. И именно вот в тот момент, да, я решила, что пора прощаться с этим человеком. Сколько детей вы не видели? С младшего сына полгода, старшего сына два года и старшую дочь три года. Они возвращались постепенно. Но вернули в итоге всех? Вернулись в итоге все, да. Младший вернулся, я так думаю, потому что был самый мелкий, и он был проблемный. Хулиган? Нет, он не хулиган. Он замечательный ребенок, прекрасный. Ну просто он был маленький и ухода требовал особого. Старшие дети, сын сам попросился. Он позвонил мне и сказал, мама, я хочу вернуться. И они были в Чечне? Нет. Здесь, в Москве? Они были в Крыму. В Крыму? Да, они жили в Крыму. И он позвонил, сказал, он жил в семье друзей папы. И сказал, пока его нет, мама, вышли мне деньги, я хочу вернуться домой. И получилось, что он сбежал. А дочка? А дочка поехала с отцом в Германию, жила там два года с ним. И вернулась, уехала в 11, вернулась в 14. Я, честно говоря, уже не надеялась, что увижу ее. А сплакались, когда увидели? Пришлось ее забирать. Она приехала в Москву к брату родному своего отца. И мне пришлось ехать за ней и забирать ее оттуда. Плакала, конечно. И она, и я. Когда семья вся воссоединилась, первые мысли какие? Наконец-то все закончилось. На самом деле я знала, что она воссоединится. Я не знаю, у меня была уверенность, что дети все равно вернутся. Какая-то внутренняя уверенность. Все в Москве сейчас живут? Жили в Москве. Недавно сын уехал в Ингушетию. Год назад он там год работает. Потом поехал старший к нему. Но вот сейчас получилось известие, что они возвращаются. Хотят вернуться. А девочки? А девочки всегда были со мной. Как-то так получилось, что наша семья разделилась. И мальчики ближе к отцу, а девочки ближе ко мне. Бабушкой еще не стали? Нет. Удивительно, но еще нет. Старше ты? Старшему 30, младшей 21. Нет. Хочется? Не знаю. Бабушкой становиться не хочется. Однозначно. Почему? Нет, но я не в этом смысле. В этом смысле бабушкой вы не станете. С такими данными это, я думаю, что очень-очень не скоро. Не знаю. Но вот как-то так складывается по жизни. Пока нет. А кем работают? Они у меня какие-то дикие. Дикие? Кем работают? Одна дочка, я смотрел в Инстаграме, постоянно путешествует. Она любит путешествовать. Она любит учиться. Да, она изучает языки. Но работает сейчас. Где она работает? Центр виртуальной реальности? Развлекательный, да. Центр виртуальной реальности. VR? Да. Это модное направление? Ну, да. Младшая? Младшая учится на рекламщика. Рекламщика. PR и реклама? Да. А старшая? Старшая работает менеджером в ЦУМе по продаже. Хорошее место. Ну, да. Она на своем месте. Она хороший продажник. А мальчики? Ну, уже взрослые совсем. Мальчики помогали вот сейчас в Ингушетии, там, в бизнесе с родственниками, своими братьями. С папой общаются? Думаю, да. Наверное. А вы с ним сколько не разговаривали? Я с ним не общаюсь. Уже, наверное, лет 15, да? 10. Ну, 10 точно. С момента переезда в Германию? Или раньше? С момента возвращения дочери. Мы еще какое-то время общались. Лизе сейчас 14. Было 14, а сейчас 28. 14 лет, да. Лет 13 не общаемся. А с детьми из той семьи поддерживают отношения ребят? Да, мальчик. Вот Лемары часто приезжает в Москву. Старший сын. Иногда живет с моими детьми. Встречается. Да, поддерживаем. В какой момент случилось знаменательное событие, и вы съехали от родителей? Долго же не давали квартиру? Я с мамой живу сейчас. Я живу там. Я к тому, что вам уже полагалась квартира, которую вы никак не могли получить. Да, квартира получена, четырехкомнатная. И вот деткам исполнялось 18 лет, и по очереди они туда отправлялись. До свидания. До свидания. До свидания, да. 18, до свидания. Правда, что Эфетисов помог? И Лужков, и Эфетисов, да. Помогали. Когда, наконец, увидели ключи, это, получается, по идее, должны были там, условно, в 84-м, 85-м дать, наверное, да, после всех спортивных успехов, а получили квартиру уже став многодетной матерью? Да, я получила квартиру как многодетная. Вот эти вот ключи. Для меня это было не очень важно, как и все остальное материальное в этой жизни. А как вот вы у родителей? Родители, вы, пять малышей, время от времени муж. Сумасшедший дом. А сколько комнат у родителей было? Три. Это в трех? Да. Комната родителей и... Комната мальчиков, комната девочек? Комната, да, комната наша с маленькими детьми, комната взрослых детей. А как все там, двухъерстные кровати? Двухъерстные кровати, да. Двухъерстные кровати, да. Не знаю, как-то все умещались нормально. У меня сейчас тренируется многодетная семья, девять детей. Девять? В двушке живут... Девять детей в двушке? То есть 11 человек в двушке? Да. Мы очень хорошо общаемся, и пятеро детей занимаются в нашем зале старших. И четверо готовятся к нам прийти. Так что у нас еще не самые были плохие условия. Это было весело. Когда мне кто-то звонил, мне спрашивали, Оля, у вас там все нормально? Я говорю, а что такое? Обычный день ничего. Обычный детский сад. Там кто-то у тебя плачет, а кто-то смеется, а кто-то кричит, а кто-то песни поет. Это все... А вы вместе вот с пятерыми выходили одна? Да. Это было смешно. Я не представляю, как это было. Это было что-то. Ну, конечно, я гуляла с ними, я ездила с ними на занятия. И в бассейн, и на танцы. Вот смотрите, вы едете в бассейн. У вас общественный транспорт. Да. У вас пятеро, старшему из которых сколько там? Десять, младшие два, условно. Да. И как их всех в охапку собрать? И вот так старшие забегали, помогали младшим, маленьких на руках. И когда я заходила в транспорт, все на меня смотрели. Расходились и уступали место? Нет, никто не уступал место, просто все думали. И все меня спрашивали, а это ваши дети? Я говорила, да. Все ваши дети? Я говорила, да. Как это возможно? А сколько вам лет? Потому что я выглядела там, не знаю, лет на двадцать, наверное. Ну, правильно. Получается, что у вас все пятеро до тридцати? Да, все пятеро до тридцати. Ну, в тридцать, да, я родила пятую. И когда гуляли в парке, ну, вы, наверное, обманываете. Наверное, соседских понабрали там. Да, и гуляете тут с целым детским садом. Я говорю, не-не-не, это все мои. Да ладно заливать, нет, такого быть не может. Да я сама, если честно, я сама не верю, что у меня пятеро детей. Все говорят, ну, как, как так? Не знаю, как-то так. Честно, сама даже не верю, что у меня пятеро детей. Не хотелось еще? Нет, просто я поняла, что когда пятую родила, поняла, что все, вот на этом вот все. Больше у меня не будет детей. Да, все, лимит исчерпан. Лимит и физический, и психологический, и эмоциональный. Вот как раз эмоциональный и психологический. У одного температура, вторая не спит, третья орет, четвертый по квартире ездит на велосипеде. Как мне это, не двинуться в таких условиях? Наоборот, это же весело и интересно. Ну, как весело? Кроме же, все-таки не спать весело и интересно. Ну, ты не спишь, ну, у тебя же там на роликах гоняют, и на велосипеде, поэтому тебе некогда унывать. А ночью ты качаешь, кормишь, тоже некогда. Тем более это же время, когда не было ни памперсов, ни подгузников. Ну, памперсы появились уже с младшими, да, и слава богу. А так-то это же все пеленки? Ну, мам помогала, и, наверное, у меня характер такой стойкий, и это мне помогло. Родители в какой момент приняли и перестали сопротивляться? Когда родился первый. Когда первый. И когда я его принесла из роддома, ну, они меня встречали. Ну, как-то все так... Прониклись. Прониклись, да. Даже дедушка. Папа что сказал? Ну, он ничего не сказал. Он просто помогал и этим все сказал. И каждый раз, когда я объявляла о следующем... Вы до последнего тянули, когда уже скрыть нельзя? Да. На пятую такая... Я даже папе ничего не говорила. Я говорила маме и доверяла эту миссию. Чтобы она рассказала. Ей, да. Откройте секрет. Как воспитать в себе такую легкость по отношению к жизни? Наверное, ее нельзя воспитать. Наверное, с ней надо родиться. Это такой характер, мне кажется. Я просто поражен вашим отношением к жизни и тем, насколько вы легко к этому относитесь. Ну, да. Это же здорово. Это здорово. Да. Ну, наверное, поэтому я и выдержала все это. Было трудно, да. И было сложно. Но я настолько уже закаленный товарищ в трудностей после спортивных своих трудностей. Но тут другие трудности, конечно. Но трудности семейные и спортивные. Да, это же совсем разные. Это разные вещи, да. Тяжелее было где? Ну, наверное, это все-таки характер, мне кажется. Тяжелее было со спортивными трудностями или с семейными? С семейными. Это покруче Олимпиады. Да нет, ну это такая Санта-Барбара, что можно кино снимать. Да. Реально. И даже характер пришлось проявлять свой больше, чем в гимнастике. Не боялись осуждающих взглядов? Наверняка же и подруги, и окружение все были в курсе ситуации. Ну, в какой-то момент стали в курсе. Нет, не боялась. Это моя жизнь. Осуждайте. Пожалуйста, на здоровье. Я делаю то, что считаю нужным. И живу как хочу. Если бы что-то можно было поменять, стали бы что-то менять? Нет. Ничего? Нет. Вы говорили, что у вас мечта на какое-то время уехать в Аргентину и потанцевать там. Да. Пока не реализована? Пока нет. Надеюсь, она когда-нибудь осуществится. Она должна была осуществиться. Буквально вот в прошлом году. Но... Все закрылось. Да. Я хотела выступить на чемпионате мира по аргентинскому танго. И уже серьезно планировали это наступление. Но чемпионат мира же вернется. Надеюсь. Я продолжаю готовиться. То есть Ольга Мастапанова, чемпионка мира в спортивной гимнастике и... Нет. Участник. 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 Да, я хотела сказать нет. Участник. Участник чемпионата мира по аргентинскому танго. Да, это было бы круто. Ольга Мастапанова, чемпионата мира по аргентинскому танго.